И я с большим удовольствием представлю вам контент-менеджера компании Microsoft, золотой спонсор форума, Марат Хайрулин. Давайте поприветствуем аплодисменты. Добрый. Так, мой микрофон будет работать? Работает отлично. Хорошо. Коллеги, добрый вечер. Мы очень волновались, что вас будет мало, но, к счастью, вас много. Это очень хорошо. Спасибо, что вы пришли, сидели до вечера. Со многим из вас мы уже знакомы, на каких-то конференциях пересекались. И сразу скажу, что я буду здесь и сегодня, и завтра. Поэтому я очень надеюсь, что у вас будет много вопросов. И я надеюсь, что как только я сойду с этой сцены, вы тут же подбежите и эти вопросы будете задавать. Почему я надеюсь, что будет много вопросов? Потому что продукт, который мы сегодня представляем, который мы сегодня будем рассказывать, Индус 10, очень многое меняет и очень многое нового приносит. Прежде чем я начну, я хотел бы спросить у вас. Был ли кто-то из вас на каких-то выступлениях Microsoft, посвященных Windows 10 уже? Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы я просто представлял себе. Так, вижу. Две руки. Три. Окей, хорошо. Второй вопрос на засыпку. А кто из вас уже поставил на свой компьютер Windows 10? Раз, два, три. Ну что же, для людей, работающих в сфере IT, не так много рук. К сожалению, должен признать, надеюсь, мое выступление и мои скромные попытки вас убедить в том, что Windows 10 стоит того, придут к тому, что в следующий раз на следующем выступлении рук станет как минимум в 10 раз больше. Ну что же, мы планировали поговорить сегодня с вами и о Windows 10, о том, как изменится ваш бизнес и что хорошего для вас эта система принесет. Но прежде чем я начну, я хотел бы задать вам тоже еще один вопрос. Как вы думаете, а почему Microsoft взяла и нумерацию изменила? Все было так вроде бы логично. Windows 7, Windows 8, Windows 8, 1 и тут бабаха, Windows 10. Ага, интересная версия. Какие еще есть варианты? Понял. Тоже интересная версия. Значит, вы, ну как бы, скажем так, тепло, но не горячо. Ответ, на самом деле, достаточно простой. Дело в том, что масштаб изменений, который касается самого продукта, модели продаж, модели доставки новых возможностей самим пользователям настолько велик, что было бы слишком мелко, я бы сказал так, назвать его просто Windows 9. Слишком многое меняется и слишком многое меняется в хорошую сторону и для вас, для партнеров, которые продают устройства с Windows, и для самих пользователей устройств. Итак, что же меняется? Во-первых, мы наконец пришли к тому, к чему давно шли. Если кто-то из вас помнит, кто-то из вас был на презентации, когда мы выпускали Windows 8, мы достаточно активно тогда говорили про то, что мы идем к единый Windows. Это было несколько лет назад, была немножко другая эпоха, другой рынок, но тем не менее тогда эти слова звучали, никто и толком не воспринимал. Да, что значит единый Windows? Для чего это? К чему это приведет? В итоге, сделав несколько важных шагов, постепенно объединяя систему и технические с точки зрения разных возможностей для пользователей, мы пришли к тому, что у нас теперь действительно Windows одна. У нас одна единая операционная система для любых устройств, о которых я еще отдельно скажу. Масштаб инноваций лично для меня сложно понимаем, потому что это просто колоссальное количество работы. это сделать так, чтобы Windows работала как на маленьком устройстве, устройстве умного дома, интернета вещей, так и на продвинутом современном компьютере. Как это сделали инженеры, я лично понять до сих пор до конца не могу, но я знаю, как они к этому подходили, как они делили систему на разные слои, как они разрабатывали ее так, чтобы она работала на устройствах самого разного размера и самых разных способностей. Так или иначе, в итоге мы пришли к тому, что Windows стала единым. Единая операционная система на устройствах самого разного форм-фактора и самых разных возможностей. К ним относятся и смартфоны, к ним относятся и планшеты небольшие, и фаблеты, и устройства два в одном, которые, как вы знаете, очень неплохо продаются на рынке в России. Это один из самых таких удачных форм-факторов для устройств Windows. Windows и ноутбуки, и десктопы, и даже такие, может быть, неожиданные устройства, как огромные планшеты. Мы делаем такие устройства сами, называемые Surface Hub. Это гигантский планшет, который можно повесить на стенку. Он имеет диагонали 55 или 84 дюйма и может использоваться для совместной работы, для того, чтобы общаться с коллегами, коммуницировать, ввести заметки и так далее. На этом огромном планшете также будет работать Windows. Windows 10 будет работать также и на игровой консоли Xbox. И она будет работать не только на таких привычных компьютерных устройствах. Как я уже и говорил, она будет работать даже на тех девайсах, тех устройствах, которых станет гораздо больше, я уверен, буквально через несколько лет. Это устройства интернета вещей. Устройства, которые будут работать в умном доме, в умной компании, которые будут обслуживать самые разные процессы, для которых тоже нужна обновляемая, надежная и полностью управляемая операционная система. И Windows 10 будет работать на них. Вы, возможно, уже слышали некоторые примеры. Например, на такой плате, как Raspberry Pi, уже Windows 10 работает, и уже на ней ведутся разработки различных приложений, которые она будет поддерживать. Ну и, наконец, мы анонсировали на конференции революционное устройство HoloLens. Хотел бы я у вас узнать, кто из вас смотрел видео про этот девайс. Тоже не так много людей. К сожалению, это очки дополненной реальности, которые позволяют вам видеть мир совершенно иначе. Они проецируют изображение виртуального мира на реальные объекты, на стены, на поверхности какие-то горизонтальные и так далее, позволяя вам взаимодействовать с приложениями, общаться по скайпу, играть в игры. По сути, используя ваше помещение вокруг вас, как один гигантский экран, в котором каждое приложение как будто бы проецируется на одну из стен или на одну из поверхностей. Итак, Windows 10 будет работать на всех этих устройствах. Это будет одна операционная система, в которой будет один магазин, одна модель приложений, одна единая платформа драйверов, для того, чтобы пользователь мог использовать устройство с комфортом для себя. К чему это конкретно привод, я еще отдельно скажу. Но пока что, опять же, я хотел бы, чтобы мы с вами вместе оценили масштаб амбиций, масштаб инноваций, который приходит вместе с Windows 10. Мы получаем единую операционную систему с единым централизованным магазином и с приложениями, которые можно запускать на устройствах от 4 дюймов до 80 и более 80 дюймов. Итак, Windows действительно многое меняет с точки зрения самой операционной системы, с точки зрения того, как она построена, как она будет обновляться, как она будет работать, разворачивается и так далее. Что же изменит Windows 10 для вас и для вашего бизнеса? Я надеюсь, мы учли такие наиболее важные моменты. Если что-то мы упустили, то, пожалуйста, скажите. Итак, мы подумали, на чем вы зарабатываете, продавая устройство с Windows? На чем вы зарабатываете, продавая устройство с Windows, коллеги? На чем делаются деньги ваши? В розничном бизнесе или в бизнесе продажи устройств в компаниях и организациях? Как правило, это 4 группы, 4 способа зарабатывания. Это продажа самого устройства, то есть те деньги, которые зарабатываете на продаже самого девайса, будь то планшет, компьютер или другое устройство с Windows. Это продажа аксессуаров, периферийного оборудования, самого разнообразного, которое с устройством работает. Это продажа… Естественно, к этой же категории можно отнести, конечно, и серьезные, значительные оборудования, такое, как Windows Server и так далее. Это продажа дополнительного правного обеспечения, которое может работать, в том числе Microsoft Office, другие наши приложения, которые замечательно с Windows работают. И, наконец, это продажа услуг. Услуги можно продавать как в ритейле, рочным покупателям, так и продавать различные услуги по внедрению для коммерческих заказчиков. Так вот, что изменится в этих 4 группах возможностей заработка с приходом Windows 10? Итак, с продажами устройств что изменится? Во-первых, уже совсем скоро, как вы знаете, Windows 10 выходит этим летом. Когда выходит Windows 10? 29 июля. Так вот, с 29 июля любое устройство, которое есть у вас сейчас, ну практически любое, там технические требования очень не жестокие. АМ-предварители активно тестируют сейчас девайсы, и тесты показывают очень хорошие результаты. Поэтому можно сказать, что практически большинство устройств, доступных сейчас в продаже, можно будет бесплатно обновить до Windows 10. На этом мы выделяем год. Об этом я еще отдельно скажу. Тот факт, что вы получаете, покупая устройство сейчас, возможность перехода на новую версию опционной системы с огромным количеством новых возможностей, которые к тому же будут постоянно обновляться, мы надеемся, станет хорошим стимулом для того, чтобы продавать устройства, чтобы постигнуть продажи сейчас. Итак, уже сейчас вы об этом можете говорить вашим покупателям, и с 29 июля покупатели смогут обновить свои устройства с Windows 7 и Windows 8, Windows 8.1 до Windows 10. Я об этом еще скажу пару слов попозже. Сами устройства Windows 10 тоже, естественно, появятся. Появятся они в разное время, это зависит от компании. Все крупные компании уже, все крупные производители анонсировали выход устройств, но не отстают, а в том даже опережают их локальные производители. Здесь у нас представлено целый ряд наших партнеров, компаний, которые создают устройства с Windows, сейчас все планшеты два в одном и другие замечательные девайсы. Так вот, локальные производители могут выпустить даже раньше устройства с Windows 10, потому что большинство международных производителей анонсировало появление их где-то к осени. Поэтому 29 июля выйдет Windows 10, сразу после этой даты, если кто-то из локальных производителей сможет сделать девайс Windows 10, поставить его на полку, мы будем рады. Это будет отличная возможность простимулировать продажи ваших устройств. Ну и потом постепенно рынок будет насыщаться новыми, замечательными, яркими, оснащенными поддержкой новых технологий, которые появились в Windows 10, устройствами, которые привезут уже крупные международные партнеры. Интересный момент связан с тем, какие возможности сейчас Windows будет предоставлять. Сама по себе Windows 10 по сути будет представлена в двух основных выпусках, если мы говорим про продажу устройств. Это Windows 10 домашний и Windows 10 Pro. Так вот, пользователи покупают, там еще будут есть корпоративные выпуски, я просто сейчас не беру в расчет, потому что мы говорим про устройства в первую очередь. Те это Windows, которые поставляются вместе с устройствами. Так вот, если мы говорим про устройства с Windows домашнее, допустим, в качестве примера возьмем ее, в ней заложен весь функционал. Внутри Windows уже есть все, что вы можете и хотите использовать. Но многие возможности использования этих возможностей опираются на железо. Ну, в качестве примера, что могу привести. Например, мы анонсировали, что в Windows появляются инновационные технологии авторизации биометрической Windows Hello. Технологии позволяют авторизоваться вам не только с помощью пальца, это старый достаточно известный прием. Вы знаете, многие девайсы такую возможность поддерживают. Но, например, Windows Hello позволит вам авторизоваться с помощью радужной оболочки глаза с помощью специального сканера или, например, с помощью авторизации по лицу. Те из вас, кто давно работает на рынке, знают, что у ряда вендоров были девайсы, которые оснащенными специальным ПО для авторизации по лицу. Но это, как правило, такая игрушка для фана, для домашнего использования, чтобы вы в рамках своей семьи могли быстро входить в систему. Мама, папа, у каждого свой профиль на компьютере. И вот вы к веб-камере подошли, веб-камера вас узнала, вы вошли в систему. Windows Hello работает иначе. Ее не обманешь фотографией. Система требует, как минимум, помимо обычной веб-камеры, инфракрасную камеру с подсветкой, и она убедится, что перед ней реальный живой трехмерный человек, и только после этого авторизует вас для входа в Windows. Это совершенно другой уровень безопасности, совершенно другой подход. И для того, чтобы использовать эту технологию, а наши разработчики говорят, что она более надежна, чем обычный пароль, потому что пароль можно украсть, а голову человека, извините, живого украсть зачем тяжело, только вместе с ним. Так вот, технология очень надежно авторизует вас в Windows, но чтобы ее использовать, нужно железо, которое соответствующими камерами будет оснащено. Это один из примеров того, что Windows содержит в себе все необходимое, но чтобы это использовать, вам может потребоваться более совершенное и более новое оборудование. Или, например, возможности для игр, о которых я еще отдельно скажу, также будут требовать, естественно, более продвинутого и более дорогого железа. Мы надеемся, что многие пользователи захотят этими возможностями воспользоваться. Что еще в плане продажа устройств происходит? Как вы знаете, в апреле прошлого года мы проводили торжественно, последний путь операционной системы Windows XP, сказали ей спасибо за долгие годы работы. Windows XP снята с поддержки. Многие компании до сих пор активно используют XP, но, конечно, большинство, как вы знаете, использует Windows 7. Что же происходит с Windows 7? Windows 7 остается хорошей операционной системой, но при этом часто вы можете столкнуться с тем, что ваши заказчики используют устройства, которые были куплены тогда, когда Windows 7 появилась на рынке. Когда вышла семерка на рынок, коллеги? В каком году? В 2009, если я правильно помню. Так вот, примерно в те годы многие компании купили новые компьютеры с Windows 7. Это было популярно, как вы знаете, как раз тогда время, когда Windows 7 шла с большим успехом. Она сразу была, во многом была признана и позитивно оценена коммерческими пользователями. И многие компании примерно в те годы купили новые компьютеры с Windows 7. Что для вас, как для продавцов, означает то, что многие компании купили компьютеры с Windows 7 примерно в 2010 году? Что пришло время обновлять устройства. Как вы прекрасно знаете, средний жизненный цикл устройств в компании это 3, максимум 5 лет. И для многих компаний просто пришло время покупать новые девайсы, списывать старые, приобретать новые. И мы надеемся, что Windows 10 станет отличным стимулом для этой продажи, потому что восприятие системы со стороны коммерческой аудитории очень позитивное. У нас сейчас 4 миллиона инсайдеров. Это те люди, которые подключились к программе и тестируют Windows 10. Среди них очень много пользователей коммерческих, тех, кто работает администраторами крупных и средних и малых компаний. Так вот, мы получаем от них обратную связь. Мы вносим изменения в Windows 10. Видите, прямо сейчас на глазах все это можно оцелить в интернете. У нас есть специальные статьи, где можно видеть, какие изменения были внесены. Так вот, Windows 10 уже сейчас имеет очень позитивный отклик со стороны коммерческой аудитории. И мы надеемся, она станет дополнительным стимулом для того, чтобы вы еще более эффективно продавали устройства с Windows 10 на замену в том числе устройствам, которые будут списываться вашими заказчиками. Теперь несколько слов про розничную аудиторию, про домашних пользователей. Им тоже есть что предложить, и для них тоже появляется много стимулов покупать новые устройства. Один из самых важных – это новые возможности для игр. Как вы знаете, миллионы людей играют в компьютерные игры. Я даже уверен, что среди вас, среди нас тут тоже есть как минимум половина тех, кто так или иначе во что-то играет на каком-то из устройств. Так вот, одно из самых важных слов для геймера – это DirectX. Это технология, которая обеспечивает, собственно говоря, из которой строится такая конструктор, из которого строится, как вы знаете, картинка в игре. Так вот, чем свершеннее конструктор, тем свершеннее картинка. Новый DirectX 12 выводит на совершенно новый уровень качества игр, качество изображения, детализацию и другие важные для геймеров вещи. И поэтому аудитория тех, кто играет, уже сейчас активно подогревается ожиданиями от того, как они будут играть в новые классные игры на компьютерах с Windows 10. Так вот, помогите этим людям купить замечательные устройства и использовать Windows 10 для игр. Для них же мы делаем еще целый ряд очень важных вещей. Появляются кроссплатформенные игры, которые пытаются играть одновременно, например, с консолей Xbox One и с устройством Windows 10. Одна из игр Fable Legends уже была анонсирована нам не так давно. Появляется возможность записывать игры прямо на устройстве, потом делиться вашими игровыми клипами, очень простым сочетанием горячих клавиш. И появляется стриминг игр, о котором, если будет интересно, я отдельно расскажу, потому что времени крайне немного осталось. Ну и сам Xbox также получит Windows 10. Мы очень многое делаем для геймеров, и мы считаем, что это одна из тех аудиторий, которая будет очень активно ожидать нового устройства с Windows 10. Так, вот все пролистывается. Безусловно, зарабатываете вы не только на продаже самих устройств. Несколько слов про них я уже сказал. Теперь несколько слов про продажу дополнительного оборудования, периферийного, аксессуаров и других продуктов, которые предлагаете вместе с Windows. Во-первых, хочу напомнить вам о том, что когда вы продаете планшеты с Windows, вы имеете в два раза больше возможностей для продажи, нежели чем при продаже обычных планшетов без Windows. Почему мы так смело заявляем? Потому что любой планшет с Windows, напомню вам, это маленький компьютер. Здесь стоит такая же определенная система, как на моем рабочем ноутбуке, и поэтому помимо традиционных планшетных аксессуаров, как пленки, разного рода переходники и другие чехлы, то, что обычно предлагается в магазинах для планшетов, вы можете предлагать к любому планшету на Windows и компьютерные аксессуары, такие как мыши, клавиатуры и другие устройства, которые могут быть совместимы с Windows, а это практически вся периферия, которая в вашем магазине доступна, и многое из которых представлено сегодня здесь на выставке. Так вот, планшеты с Windows и раньше предоставляли замечательные возможности для продажи, сейчас, надеюсь, возможности будет еще больше с выходом Windows 10. Мы, естественно, тоже не отстаем. Как вы знаете, Microsoft очень давно производит аксессуары самостоятельно, и мы выпускаем и будем выпускать новые мыши и клавиатуры, в том числе и те, которые будут поддерживать удобную работу с Windows 10. Ну и, безусловно, когда мы говорим про продажу компьютеров с Windows, про продажу планшетов с Windows, одним из возможностей зарабатывать, одной из возможностей зарабатывать деньги для вас является продажа дополнительного проданообеспечения. Так вот, мы надеемся, что вы будете продолжать продавать проданообеспечения и Microsoft, и других разработчиков, и мы, естественно, надеемся, что вы будете прилагать каждому планшету и каждому компьютеру с Windows Microsoft Office. Что меняет с Windows 10? Мы выпускаем еще один офис. У нас есть и никуда не девается замечательный офис для рабочего стола. И во втором полугодии этого года выйдет офис 2016 с целым рядом новых возможностей. Но помимо обычного традиционного офиса для того, чтобы серьезно и глубоко работать на вашем рабочем месте, мы выпускаем новый офис мобайл, специально сделанный для планшетов и для устройств с небольшим экраном, чтобы можно было быстро на ходу открыть презентацию PowerPoint, открыть документ Word или открыть файл Excel, внести правки и отправить, например, вашим коллегам. Так вот, офис мобайл будет доступен на самых разных устройствах, и он станет отличным стимулом для продажи подписок, потому что на любом устройстве именно подписка Office 365 раскроет все возможности, полный набор фич, в том числе премиальные возможности, которые офис мобайл предоставляет. Опять же, если вам интересны подробности, расскажу об этом после сегодняшнего выступления, или приходите к нам завтра на отдельную встречу, о которой я еще также позже скажу. Итак, до продажи офиса замечательная возможность для того, чтобы зарабатывать деньги и чтобы клиент к вам вернулся снова, потому что подписка требует продления, и через год вы можете сделать так, чтобы ваш покупатель вернулся к вам и снова приобрел у вас ее. Еще один замечательный продукт, новый, который мы не так давно анонсировали, это карты оплаты магазина Windows. Это простой и удобный способ пополнения вашего счета, для того, чтобы вы могли покупать игры, приложения и другой контент в магазине Windows. Магазин сейчас единый. Вы покупаете эту карту, пополняете свой счет и тратите его так, как захотите, на любом вашем устройстве, будь то планшет, телефон, игровая консоль Xbox или ваш настольный ПК. Так вот, карты выходят в электронном виде, соответственно, вы можете легко интегрировать их в продажу в вашем интернет-магазине, и опять же, это очень интересное новое направление. Если вам будет интересна подробность, обращайтесь ко мне и к коллегам, мы вам об этом тоже расскажем. Напомню, что карты можно предлагать к любым устройствам с Windows, потому что магазин единый, и счет, соответственно, тоже единый. Ну и, наконец, продажа услуг. Продавая устройство с Windows, вы можете предлагать самые разные услуги. Традиционно, как вы знаете, я думаю, что… Давайте я спрошу на такие случаи, может быть, кто-то этого еще не делает. Есть среди вас представители розничного бизнеса, которые торгуют в розницу, которые предлагают услуги дополнительные, зарабатывая на них деньги. Поднимите, пожалуйста, руки, чтобы вы знали. Кто зарабатывает деньги на услугах? Как мало рук. Я думал, что будет гораздо больше. Так вот, к Windows вы традиционно можете предлагать самые разные услуги. Услуги по настройке, услуги по установке ПО, услуги по подключению самого разного дополнительного внешнего оборудования. Все это остается, никуда не девается. И это отличная возможность зарабатывать. Это высокоможурнальный продукт, который старается внедрить у себя все розничные предприятия, чтобы можно было каждому розничному клиенту какую-то нужную услугу предложить. Эти услуги никуда не деваются. Напомню только, что их предлагать можно не только к компьютерам, но и к планшетам, потому что они, по сути, есть маленькие компьютеры. Ну и, наконец, наш опыт показывает, и опыт работы с другими партнерами, что часто покупатели очень благосклонно воспринимают, когда в набор услуг, в пакет, который вы предлагаете вашим покупателям, включается также подписка Office 365. Такой комплекс часто покупатели воспринимают гораздо более активно и более позитивно его приобретают. Если же мы говорим про услуги для бизнеса, то тут также есть огромные возможности для заработка, потому что любой компьютер с Windows нужно внедрять, нужно его интегрировать в корпоративную сеть, и я думаю, что многие из вас этим занимаются. Что же даст Windows 10? Она позволит вам, например, предложить новую услугу, потому что многие компании так или иначе, рано или поздно задумываются о переходе на Windows 10. Это процесс для многих компаний, технически требующий, наверное, квалифицированных специалистов. Не всегда они в компаниях есть. У вас, как у партнеров, у вас, как у компаний, у которых есть свои собственные, качественные специалисты, есть возможность предлагать вашим заказчикам услугу по сопровождению перехода на Windows 10 и, соответственно, зарабатывать на этой услуге и, соответственно, провести аудит железа и правонобеспечения. Я уверен, что там много интересного, чего найдется, что можно также обновить, предложить и, соответственно, используя обновление на Windows 10 как повод, более плотно пообщаться с вашими заказчиками и предложить им дополнительные товары и услуги. Ну, я несколько слов сказал про бизнес. Уже приближаясь к завершению своего выступления, скажу пару слов про то, что получат сами пользователи, что получите вы, когда перейдете на Windows 10. Надеюсь, вы это сделаете после 29 июля. Напомню, что мы предлагаем возможность бесплатного обновления всем пользователям устройств Windows 7 и Windows 8 в течение года после выхода Windows 10. То есть с 29 июля целый год будет у вас, чтобы вы могли бесплатно перейти на эту операционную систему. Касается это предложение как домашних выпусков Windows, включая Windows 7 и Windows 8, так и выпусков Windows для среднего и малого бизнеса, такие как Windows профессиональная. Соответственно, те, кто работал на домашних выпусках Windows, получат Windows 10 домашнюю. Те, кто использовал выпуск Pro, получат выпуск профессиональный. Так вот, целый год эта возможность будет бесплатной, и мы надеемся, что для многих из пользователей это станет очень важной новостью, потому что Windows 10 принесет улучшение как в простых вещах, быстрая загрузка, более безопасная работа, так и в совершенно новом опыте, который дадут магазин Windows, дадут новые приложения, дадут те улучшения, которые мы в этот продукт внесли. Для бизнес-пользователей Windows 10 предложат огромное количество также новых возможностей. У меня было всего 30 минут на выступление, поэтому я даже не стал сильно много слайдов добавлять, просто скажу вам так на словах. Максимально кратко. Уже доступно большое количество материалов, которые подтверждают то, что в Windows 10 сделано очень много чего с точки зрения безопасности, более лёжных способов авторизации, защиты файлов, с точки зрения гораздо более гибкого управления всеми устройствами разнородными, включая планшеты, ноутбуки, компьютеры и так далее. И мы надеемся, что это станет очень серьёзной причиной, почему компании захотят переходить на Windows 10. Но напомню ещё об одном моменте. Многие компании пропустили Windows 8. Ну там тоже есть на этот счёт разные мнения. Но так или иначе, многие компании посчитали, что Windows 8 можно пропустить и так поступили. Но при этом и в восьмёрке появилось много чего интересного с точки зрения функций для бизнеса и для коммерческих заказчиков. Поэтому, когда вы будете рассказывать вашим покупателям, потенциальным заказчикам о Windows 10, не забывайте, что стоит вспомнить не только про то, что появляется в десятке, но и про то, что появилось в Windows 8. Там тоже много чего интересного вышло, что, естественно, также Windows 10 будет представлено. Итак, Windows 10 очень много чего обещает для коммерческих пользователей с точки зрения безопасности, удобства, управляемости. На отдельных вебкастах, тренингах и материалах мы об этом более подобно расскажем. Ну и не могу не сказать несколько слов про домашних пользователей. Что они получат? Вы, в частности, да, все мы являемся одновременно с вами и людьми, работающими в IT-бизнесе, и домашними пользователями. У нас есть 16 замечательных вещей, о которых я готов буду вам рассказать, но не сегодня, к сожалению, потому что время у меня крайне ограничено. Скажу лишь кратко и, может быть, наиболее важные вещи для вас. Для кого-то из вас, может быть, самой важной новостью будет то, что меню пуск в привычном виде возвращается обратно, и вы сможете использовать, как использовали раньше. И если говорить кратко и просто, то можно сказать про Windows 10 очень простым языком, простой фразой. Windows 10 – это лучшее, что вы знаете по Windows 7 и Windows 8, плюс более высокая скорость, плюс более высокая безопасность и плюс целый ряд возможностей, которых не было в предыдущих версиях операционных систем. Так вот, изменений множество. Они касаются как удобства использования, так и безопасности, как я много раз уже сегодня говорил, так и возможности использования приложений, комфортные для пользователей. Мы вводим новую концепцию универсальных приложений. Приложения, которые однажды разработаны и могут работать на любом устройстве. На маленьком телефоне, на планшете или на огромном экране вашего домашнего моноблока. Приложение само адаптируется под экран, при этом обеспечивает там доступ к одним и тем же данным и синхронизирует свои настройки через облако. Приложения могут использовать самые разные способы ввода для того, чтобы вы могли использовать, как мы говорили, любым удобным вам способом. Кому-то удобнее мышь, кому-то удобнее стилус, а кому-то удобнее, например, использовать голосовое управление, которое также в Windows 10 будет присутствовать. Но единственное, что о сроках доступности на разных языках мы пока не можем говорить. Надеемся, что эта возможность будет доступна и на русском языке в том числе. Единый магазин. Мы добавляем магазин на все устройства. Те пользователи, которые попадут с Windows 7 на Windows 10, получат возможность использовать единую точку, где можно быстро, удобно и безопасно получить как игры, так и приложения. Как мы уже говорили, для того, чтобы можно было удобно оплачивать покупки, появляются новые способы оплаты, в том числе оплата с помощью карт оплаты Windows, которые легко пополняют счет для пользователей. Магазин единый, счет у пользователей единый, приложение синхронизируется, мы делаем все, чтобы пользователь на устройстве любой диагонали любого форм-фактора с Windows получал одинаковый юзер-экспириенс, одинаковый опыт, одинаковые возможности и одинаковые преимущества. А организации получат расширенные возможности управления. Они получат полный контроль над тем, какие программы может ставить пользователь, полный контроль над тем, как пользователи эти приложения используют для организации. Появляются также новые формы, удобные формы оплаты, для того, чтобы они приобретают нужные программы и приложения в едином магазине Windows. Ну и все это, это, конечно, только начало нашего рассказа про Windows 10. Отчасти мы продолжим завтра на выступлении. Все это, мы надеемся, позволит сказать, что выход Windows 10 станет главным IT-событием лета. Напомню, что система выйдет 29 июля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Итак, вы могли увидеть в ролике такие приложения новые, как приложение, например, Edge. Это новый браузер, который мы также запускаем вместе с Windows 10. Как я и говорил, к сожалению, мое время не позволяет об этом подробно рассказать. Мы готовы рассказать и об играх, и об Edge, и о встроенных приложениях, такие как почта, календарь, фотографии, карты и многое другое, что выходит в Windows 10. О том, как Windows 10 повышит ваш уровень безопасности, как Windows 10 позволит вам работать быстрее на самом разном железе. Все это большой и интересный разговор. Мы готовы рассказать о некоторых вещах, о которых вы сегодня рассказать не успели завтра. В 11.20 у нас будет отдельная сессия в зале номер 4. Поэтому приходите, мы пообщаемся, посмотрим на Windows 10 живую, потрогаем девайсы с Windows 10. Так что о том, о чем не успел рассказать сегодня, буду рад рассказать вам завтра. И мои коллеги тоже будут рады поделиться с вами интересными новостями. А пока что в завершении моего выступления. Я очень надеюсь, что Windows 10 станет значительным стимулом для продаж самых разных устройств. И позитивно повлияет и на ваш бизнес, и на бизнес-производителей устройств, которые также здесь сегодня присутствуют в зале. И на бизнес-мейкортовки, естественно, тоже. Я надеюсь, что ваши продавцы будут готовы к тому, чтобы продавать устройства с Windows 10, что они будут проинформированы. У нас для этого есть материалы, мы проводим для этого веб-касты, проводим для этого тренинги. У нас есть специальный обучающий портал, где может любой человек зарегистрироваться, рочный продавец, например, и получить необходимую информацию, пройти обучение по Windows 10 уже сейчас. Так что мы со своей стороны готовы поделиться с вами всей необходимой информацией для того, чтобы наш с вами общий бизнес продажи Windows 10 был успешным. Ну что же, до встречи 29 июля с Windows 10. На этом мое выступление завершено. Задавайте вопросы уже отдельно в куларах. Всем спасибо и до новых встреч, дорогие коллеги. Браво! Лично я хочу себе уже Windows 10. Спасибо большое. Давайте поаплодируем прекрасное выступление. Контент-менеджер компании Microsoft. Марат Хайрулин. Давайте похлопаем. Спасибо вам, Марат. Спасибо огромное. Спасибо.